Добрый вечер! Есть несколько тем. Одна из первых тем, которая предлагается вашему обсуждению, это тема взымания штрафов, в том числе и штрафов, судебными приставами. Выяснилось, что проводится в некоторых регионах такой эксперимент, когда база данных судебных приставов, и, я так понимаю, что еще и налоговой инспекции, попадает в систему поиск, вернее, в систему поток гибнодешную. Эта система предназначена была для того, чтобы изначально вылавливать из потока машин автомобили угнанные, теперь же по этим номерам определяются, видимо, люди, которые должны государству каким-то образом. И вот останавливаются эти машины, и представьте себе картину, подходит к вам, если не дай бог вы должник, сотрудник ГИБДД, судебный пристав и налоговый инспектор. И они вам предъявляют претензии и предлагают оплатить штраф. Что вы думаете по этому поводу, сталкивались ли вы с чем-нибудь подобным? Звоните нам, принимайте участие в нашей беседе. Александр, ну вот, насколько законно все это? Ну, на самом деле, обязанность по оплате штрафов, она предусмотрена в том числе и налоговым кодексом, вот, и каждый гражданин, который был оштрафован, он обязан оплатить. Проблема возникает, действительно, во взыскании данного штрафа с точки зрения, как бы, технических средств и так далее, вот, и выявления этих злостных неплательщиков. Пока нет единой базы, как, допустим, в Соединенных Штатах Америки или где-то еще, то есть, куда, допустим, заносится определенная информация о том, что оплатил человек, штраф не оплатил, выявляются там, допустим, злостные неплательщики, и к ним применяются какие-то определенные санкции. В данном случае, в нашей стране, вот, в связи с тем, что отсутствует такая база, вот, применяются всякого рода такие принудительные меры взыскания, в том числе и, так сказать, судебные приставы, которые, в принципе, наделены таким правом, как принудительное взыскание, они для этого и существуют. Но судебные приставы работают именно, значит, или по постановлению, да, допустим, если вы подписали протокол, с ним согласились и добровольно взяли на себя обязательство оплатить, то, соответственно, здесь судебный пристав имеет право осуществить принудительное взыскание. Допустим, есть решение суда, на котором вы не присутствовали, но вам протокол по сейчас, вот, по административному кодексу вам должны выслать по месту жительства вашего. Если, допустим, возник спор, вы не согласились с тем нарушением, которое вам предъявили, соответственно, как бы дело уходит к мировому суде, мировой судья его может рассмотреть единолично, если вы не явились, но были уведомлены надлежащим образом по тому месту жительства, которое было указано в протоколе, соответственно, как бы высылается вам, опять же, так сказать, этот, значит, уже исполнительный лист в данном случае о взыскании с вашей штрафа. Ну и, соответственно, здесь тоже судебный пристав имеет право принудительно взыскать этот штраф. Другое дело, как он это будет делать, вот вопрос, потому что нашим законодательствам не предусмотрены какие-то обеспечительные меры, связанные с исполнением неплательщикам штрафов своего обязательства, как то, допустим, арест имущества или что-то еще. Поэтому здесь, как бы, уже действия судебного пристава могут ограничить самоуправством и так далее, потому что вот законодательству не предусмотрены рычаги давления на таких вот злостных неплательщиков. Я думаю, что мое личное мнение, что, в принципе, как и с алиментами, да, допустим, то, что когда гражданин должен платить алимент, приходит исполнительный лист по месту работы, и у данного гражданина просто-напросто из зарплаты вычитывается эта сумма и перечисляется на определенные счета, которые указаны в этом исполнительном листе. Я думаю, что здесь что-то подобное могли бы и сделать и в этом случае, но, к сожалению, пока вот таких вот механизмов не существует, поэтому вот, как бы, каждый делает то, что может. И в каждом регионе придумают свои там методы, там, воздействия и так далее. В принципе, вот, как бы, законодательством это не предусмотрено. Ну, на мой взгляд, исполнительный лист, скажем, если мы говорим об алиментах, собственно, в любом случае, да, он хорошо работал во времена советские. Сейчас большое количество людей не работает нигде вообще, либо работает на конторе, в каком-нибудь конторе абсолютно неоформленном, будучи. Так что, вот, мне кажется, эта схема тоже не очень хорошо будет работать. Не, ну, так... А зарплата серая, там могут показать, или черная, могут показать тебе копейки. Да, но в любом случае сейчас, допустим, налоговая инспекция очень усиленно борется с теми организациями, где зарплата ниже прожиточного минимума установлена для данного региона. То есть, допустим, если у вас работник в Москве, допустим, получает зарплату меньше, чем 5000 рублей, то, соответственно, вы сразу встаете, как бы, ну, встаете в черный список, у вас заносит черный список и сразу выходит туда и налоговая инспекция проверяет там и так далее, и вплоть до того, что эту фирму, допустим, закроют или будут примены какие-то определенные штрафные санкции там и так далее. Поэтому мы потихоньку движемся, как бы, к более цивилизованному рынку и, соответственно, и цивилизованным, так сказать, правоотношениям, которые возникают в связи с хозяйственной деятельностью и так далее. Поэтому я думаю, что вот этот способ, так сказать, принудительного изъятия через заработодателя, оно будет, как бы, ну, это будущее, как бы, которое... Ну, дай бог, дай бог. Потому что вот то, что наметилась эта тенденция борьбы вот с тем, что людям платят зарплату ниже прожиточного минимума, что нереально, конечно, все понимают. То есть, нельзя платить меньше денег, и никто у вас работать не будет, если вам платят меньше, чем вы можете прожить там. Ну, это, да, я думаю, что это до поры до времени, потому что тут речь даже, может быть, идет не о черных. Я так понимаю, что если меньше прожиточного минимума, это вообще то, что называется черные заработные платы, да, есть другие схемы, так называемые серые, но об этом поговорим попозже. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, я из Москвы. У меня такой вопрос. Вот, значит, сейчас вроде бы по законодательству надо вот эти квиточки вот об оплате штрафа отправлять в ГАИ, в то отделение, которое вот наложило там штрафные санкции. Вроде бы я слышал, что с какого-то, то ли вот с новым, вот с введением новых вот законодательств такого с 1 августа или с 1 января вроде бы уже не надо будет. Я это хочу просто прояснить, отправлять их. И второй вопрос. Если я, допустим, оплатил штраф, да, наложен на меня, отправил этот квиточек там по почте, там же не сказано в законодательстве, каким образом я должен перевести сам, отправить по почте, просто написано, что должен отправить. А если не сработала вот эта система электронная, и я, допустим, как-то получается, что я должен их, хотя я вроде как все оплатил. А что мне делать в таком случае, если у меня на руках вот нет этого квитка, вот меня остановлют вот это вот, по этой системе сейчас остановят, допустим. Спасибо. Я сразу отвечу на последний вопрос. Значит, действительно, когда вы посылаете квитанцию, то вы остаетесь без ничего. То есть доказательство у вас того, что, да, нужно сделать обязательно копию, и, соответственно, по этой копии можно будет доказать, что вот в таком-то отделении банка вы оплатили деньги, а у нас считается момент оплаты с момента внесения денежных средств в сберегательную кассу. И в этом случае вы всегда сможете доказать, что вы оплатили данный штраф, предъявив вот эту копию, потому что эту копию можно будет легко проверить в том отделении Сбербанка, где вы оплатили. А что касается нововведений, то действительно, как бы сейчас с граждан снята такая обязанность по направлению данных штрафов в направлении вот этих квитанций в органы ГИБДД. И в этом случае уже сами органы должны отслеживать, то есть, допустим, есть, дело в том, что на квитанции вы пишете свою фамилию и имя, и, соответственно, они уже сами должны отслеживать, действительно ли по данному протоколу оплачены вот эти вот 300 рублей или там еще сколько-то там и так далее. Вот, поэтому сейчас это возложено на органы ГИБДД, отслеживание уплаты штрафов. Ну, хорошо, в том случае, если, скажем, я могу честно признаться, да, и, кстати, у меня вопрос телезрителям, расскажите, все ли вы штрафы платите, оплачиваете свои штрафы, если у вас были какие-нибудь ситуации связаны с тем, что вы задолжали ГАИ и вас за это каким-то образом наказали. Вот интересно, каким образом работает эта схема, потому что я могу честно признаться, за мной должок, за мной висит долг в 100 рублей за превышение скорости на Ново-Рижском шоссе, который совершил 2,5 или 3 года назад. Я просто честно потерял эту квитанцию, да, вот что теперь мне делать, если я готов исправиться, хочу пойти заплатить положенный свой штраф, да, как мне поступить в эту ситуацию, это первый вопрос. И второй вопрос, ну, а чем будет чревато, если, скажем, я вот не заплачу 100 рублей, казалось бы? Ну, на самом деле, я так думаю, что законодательствами не предусмотрены какие-либо санкции по отношению к неплательщикам штрафов, вот. А с точки зрения того, что как вы хотите, если вы хотите добровольно исполнить свои обязательства, то в данном случае вы можете обратиться в любое отделение ГИБДД, попросить, так сказать, сказать, что вот я вот тогда-то, тогда-то не оплатил штраф, и оплатить его, если вы так, если вы так боитесь там каких-то санкций. Ну, я думаю, что, в принципе, как бы правильнее было бы, конечно, добровольно оплатить. А другой вопрос, ну, это здесь уже остается у каждого на совести этот, так сказать, этот момент. Почему? Потому что, ну, действительно, законодательством не предусмотрены какие-либо санкции за вот такие действия. Ну, это не значит, что я такой плохой и нехороший. Просто я задал вопрос фактически риторически, я примерно знал ответ на него. Хорошо. Вот что хочу процитировать. По поводу эксперимента этого, который прошел в Питере, да, речь шла о должниках, в отношении которых вступил в силу в судебное решение. То есть суд должен вынести постановление на то, что я должник, условно говоря, да? То есть в той ситуации с моими 100 рублями никакой суд, я думаю, до суда дела не дойдет. То есть эта бумажка где-то там такая останется. Нет, ну, дело в том, что в суд попадают только те дела, которые, так сказать, допустим, вы оспариваете. То есть, допустим, вы стояли, к примеру, там был знак «остановка запрещена», вы стояли под этим знаком, но вы, как бы, допустим, то есть, допустим, значит, должностное лицо доказывает, что вы стояли под этим знаком, а вы говорите, что нет, я под этим знаком не стоял, да. Вот, соответственно, если спорная ситуация, то вы можете не согласиться с протоколом, и, соответственно, это дело передается в суд. А я должен буду являться на слушании? Вы можете не являться, суд может, так сказать, заочно вынести это решение без вашего, так сказать, присутствия. Ну, как показывает практика? Лучше прийти и сказать, нет-нет-нет, такого не было. Потому что если не придешь и скажешь, ну, вот инспектор хороший, а это какой-то негодяй, даже на суд не пришел. Ну, дело в том, что, понимаете, в этом случае инспектор должен привлечь двух понятых. Если вдруг возникает спорная ситуация, то инспектор должен привлечь двух понятых. Как правило, двух понятых, он привлекает своих людей, которые, так сказать, будут говорить все, что он скажет. Что мешает мне привлечь двух понятых, которые будут следить в мою сторону? Нет, но здесь уже возникает, то есть если вы, допустим, на месте говорите, что вот ваша машина, допустим, стояла до столба, на котором повешен этот знак, и этот знак как бы действует с момента, если нет специального знака, так сказать, что вот, то, соответственно, как бы вы привлекаете своих двух понятых, он привлекает своих, суд является своими свидетелями. И там стенка на стену. Да, и там уже как бы, ну, здесь на усмотрение суда, что суд, допустим, если вы сделаете фотографию, что ваша машина стояла до этого столба, то... А он с другого ракурса сфотографирует, что она после столба. То есть бесконечная история, получается? Ну, по сути, да. Понятно. Что такое институт мировых судей? Институт мировых судей, это, значит, мировые судья, это те судьи, которые, это как бы первая инстанция. То есть они были, то есть этот институт был введен, мне кажется, достаточно недавно, где-то, ну, в 2001-2002 годах. Вот, значит, это судьи, которые призваны рассматривать достаточно, ну, не очень такие серьезные дела, вот. Вот, но вот все административные правонарушения рассматривают именно мировые судьи, в основном, так сказать, рассматривают мировые судьи. И здесь этот институт был введен для того, чтобы разгрузить, во-первых, он предусмотрен нашей Конституцией, а во-вторых, ввели его для того, чтобы разгрузить, так сказать, районные суды, которые были завалены вот этими мелкими административными делами. Соответственно, это точно такая же судебная инстанция, как, вот. И в данном случае мировой судья – это первая инстанция, дальше вы можете подать апелляцию на решение мирового судья, это уже в районный суд. Ну, и, соответственно, после районного суда уже в касацию. Соответственно, третья инстанция, вот, то есть если вы не согласны с решениями. Вот, поэтому, как бы, этот институт достаточно молодой, но, в принципе, как бы, как и, допустим, в Соединенных Штатах Америки, в каждой деревне есть там судья, да, или в каждом, так сказать, населенном пункте, то вот это вот призвано именно для того, чтобы, данный институт, он призван для того, чтобы, так сказать, решать вот такие спорные ситуации, возникающие там, допустим, между правоохранительными органами и гражданином. Ясно. Ну, из слова «мировой», я так понимаю, пытаясь понять этимологию, значит, в принципе, теоретически можно сойтись на «мировой», да? От этого слова пошло? Нет, на самом деле, у нас был этот институт еще до революции, мирового судьи, вот, и, соответственно, как бы, этот, ну, его, да, то есть судья вообще призван вообще в любом, так сказать, административном, то есть арбитражном процессуальном кодексе, гражданском процессуальном кодексе, сказано, что судья должен всегда перед тем, как рассматривать дело, предложить сторонам решить свой вопрос мирным путем, вот, и если стороны отказываются, уже, как бы, судья начинает рассматривать. И в данном случае, я думаю, что этимология именно следует именно из этого, то, что судья всегда должен предложить, как бы, решить свой вопрос миром. Если миром не получается, то, соответственно, как бы... Тогда стенка на стенку. Тогда стенка на стенку, но стенка на стенку – это одно, а другое, что, в принципе, решение принимает всегда судья, а не вы, как бы, а судья уже смотрит, как там, чью сторону в данном случае принять, и какие там аргументы, и... Ну, полезно. Конечно, для судей очень сложно судить, суде очень сложно, как бы, осуществлять свои функции в данном случае, потому что... Вот, кстати, это отдельная тема для разговора. Сейчас мы, я думаю, к ней вернемся, сначала послушаем звонок. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Город Екатеринск. Вы знаете, у нас такая проблема. У меня муж работает водителем на Газеле. И мы сталкиваемся не первый раз уже с тем, что вписывают штрафы. Но система платежа не отрегулирована. То есть нам нужно целый день потратить для того, чтобы заплатить этот штраф. Вы знаете, вот нам кажется, и мы считаем, что систему нужно просто отрегулировать. Если вы отрегулируете систему, тогда народ пойдет в эти штрафы. Нет, извините, я перебил. Я думаю, закончили. Слушаем дальше. Ну все. Скажите, пожалуйста, а почему сейчас вопрос задаете вы, а не ваш муж? Вы выступаете в качестве его парламентария? Дело в том, что я сама в этом принимаю участие. То есть я езжу в банк, мы ездим вместе с ним в банк, мы обратно едем в ГАИС, и там целую очередь. То есть мне это довольно-таки, меня волнует так же, как и мужа это. Ну понятно. То есть муж нарушает, а вы вынуждены ездить платить. А скажите вот так, если, конечно, не секрет, если вам удобно на весь мир сообщить, а какого рода нарушения у вашего мужа? За что его штрафуют? За что его штрафуют? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да за то, что так. За то, что что? Ну вот недавно, допустим, он превысил скорость. Вот всего лишь превысил скорость, его штрафовали. Понятно. Ну, отсюда мораль. Даже на «Газели» не стоит превышать скорость. Спасибо большое за звонок. В общем, я думаю, что мы, да, ну прокомментируйте, пожалуйста. Надо, надо, надо. Мне кажется, у вас есть какая-то собственная история по поводу платежей, несовершенства системы платежей. Ну, вообще, на самом деле, в Москве, да, я думаю, что это в качестве эксперимента поставили во всех отделениях ГАИ терминал для оплаты штрафов. То есть вы, как бы, терминал, это обычный, так сказать, похожий на банкомат аппарат, нажимаете кнопку, это как оплата, допустим, тех же самых счетов за телефоны. Соответственно, такой же терминал во всех отделениях стоит по оплате штрафов. Стоит уже сейчас? Да, стоит уже сейчас, потому что я вот с этим столкнулся, проведя пять часов в небезызвестном, так сказать, отдельном батальоне, который занимается эвакуацией автомобилей со стоянок. Вот, я там провел ровно пять часов в очереди для того, чтобы получить протокол и для того, чтобы получить отметку о том, что мою машину могут отдать со специальной стоянки. Там стоят два терминала в печатниках, да, вот, стоят два терминала, где вы можете спокойно прямо на месте оплатить штраф. То есть, в принципе, такой эксперимент в Москве уже проводится, и я думаю, что это будет повсеместно, то есть, как, допустим, есть терминал для оплаты сотовых телефонов, точно так же введут там кнопку оплата штрафа. И я думаю, что, и мало того, даже на официальном сайте ГАИ, значит, прошла такая информация, что в связи с вводом вот этих вот терминалов собираемость штрафов составила 61%, то есть, даже превысило, так сказать, ну, то есть, стало больше, чем у неплательщиков. Да, то есть, соответственно, как бы, вот такие варианты, такой вариант оплаты, он достаточно приемлемый, и поэтому я думаю, что скоро это во всех городах появится, и люди будут, ну, удобно им будет оплачивать эти штрафы. Хорошо, у нас есть еще один звонок, послушаем давайте, пообщаемся, здравствуйте. Здравствуйте, Иван из Москвы, я хотел бы просто вот поделиться впечатлениями от посещения мирового студии, вот. Вот, ну, вкратце, ситуация такая, совершал поворот налево, остановился на стоп-линии, чтобы повернуть еще раз налево на стрелку, вот. Подъехала ДПС, машина ДПС и сказала, что я стою на встречной полосе. Разметки там не было, ну, я, соответственно, потом сделал фотографии данного места, принес их в суд, вот, инспектор в суд не явился, и мировой судья посмотрел мне на мои фотографии, посмотрел на схему, которую составил инспектор, и говорит, ну вот, у него же разметка нарисована, три полосы движения в одну сторону и три в другую. Я говорю, ну, мало ли, что он там мог нарисовать, я говорю, на фотографии же этой разметки нету, ну и что, я ее не вижу. У вас фотографии плохие, вот, вы давайте сделайте хорошие фотографии, где будет разметка. Вот, поэтому, на мой взгляд, просто мировые судьи, они, у них стоит план или указание, и они, не знаю, вот, пока в очереди там сидел, не было ни одного положительного решения, ну, в смысле положительного в сторону того, чтобы не признали вину кого-нибудь из, так называемых, нарушителей. Хотя, ни на одном из четырех процессов, которые были передо мной, инспекторов не было, и дела рассматриваются формально, вот. Как вы можете прокомментировать такую ситуацию? Спасибо, это, кстати, очень хороший вопрос, именно к нему я хотел вернуться. Существует мнение, что, что судьи, да, ну, неважно, там, это мировой, не мировой, да, человек, который судит людей, которые стоят визави, да, друг напротив друга, один инспектор, другой участник дорожного движения, то есть судья уже априори на стороне инспектора, и я слышал об этом очень много, и, слава богу, я сам не сталкивался с этим, действительно ли это так, а если так, то, ну, с какой стати, почему? Какая-то чиновничья, там, не знаю, солидарность? Дело в том, что у нас судьи, на самом деле, такие же чиновники, как и все остальные, то есть они назначаются, и они точно так же снимаются, и у них существует свой начальник, председатель суда, и, соответственно, его могут, он может своим, так сказать, приказом снять этого судью, там, вот, и действительно существует так называемая инструкция, внутренние инструкции, которые, конечно, нигде не публикуются, и так далее, вот, и по этим инструкциям внутренним судей, соответственно, и судят, то есть у нас суди не судят по своему внутреннему убеждению, как это сказано, а они судят по внутренним инструкциям, которые рассылаются всем судям, вот, поэтому, к сожалению, да, у нас судебная система, она далека от совершенства, почему, потому что, ну, Ну, видимо, менталитет у нас еще пока такой, вот, что, понимаете, вопрос в том, что половина, действительно, половина решений, которые выносят мировые судьи с точки зрения административных правонарушений, они неправосудны. Доказать в других инстанциях обратное очень тяжело. Почему? Потому что, действительно, хотя презумпция невиновности, она декларируется во всех кодексах, и в том числе и в административном кодексе, но, к сожалению, в судах она не действует. И, соответственно, многие инспектора, уже зная о том, что все равно судья мировой вынесет решение в его пользу, просто не является на этот суд. Это вот то, что он не появился в этом суде, лишний раз доказывает, что именно вот такая позиция. К сожалению, бороться с этим очень тяжело. Почему? Потому что когда-то я несколько раз участвовал в процессах именно по административным правонарушениям, и правда была как бы на нашей стороне, но мы доходили до Верховного суда и ничего, так сказать, доказать не могли. Показывали схемы, показывали, там был случай такой достаточно интересный. Во время, значит, когда были теракты в Москве, у всех больниц и школ поставили знаки «Остановка запрещена». И произошла авария, то есть мой, так сказать, клиент, он ехал, так сказать, по дороге, и перед ним, так сказать, возникло препятствие в виде другого автомобиля. Он решил его объехать и не увидел, что под знаком как раз стоял другой автомобиль, который был припаркован под знаком «Остановка запрещена». Значит, когда составлялась схема аварии, этот знак как бы был указан, что машина находилась, то есть была припаркована в неположенном месте. И в протоколе было указано. И в протоколе, да. Потом, значит, причем были сделаны фотоснимки, все было сделано, потом, значит, каким-то образом это все исчезло из этих протоколов. Соответственно, знака там не было, но мы достали документы, подтверждающие, что данный знак висел в этом месте, и судья, как бы, вынес все равно решение, как бы, ну, и все судьи, так сказать, вынесли решение против нас. Хотя мы доказали, что знак висел на этом месте, вот. Ну, так сказать, в данном случае вина была, по сути, обоюдная, но признали вину за моим клиентом. К сожалению, так сказать, это сплошь и рядом, и тут уже очень тяжело с этим бороться. Хотя и борются там, и действительно, иногда бывает, действительно, справедливости ради, надо сказать, что верховные суды и высший там арбитражный суд выносят достаточно правильные решения. Но, к сожалению, это такие единицы, которые в общем, в общей этой массе решений, они как бы тонут. Если человек решил идти до конца, да, высший суд, потом арбитраж, а потом... Нет, арбитраж, арбитражные суды рассматривают только споры между юридическими лицами. Ну, хорошо, значит, верховный суд, да? Верховный суд у нас самая высшая инстанция. Дальше куда? Есть еще конституционный суд, если, допустим, какая-то норма закона противоречит Конституции, то, соответственно, и данная норма закона влияет на решение, которое вынесено против вас, то вы можете обратиться в Конституционный суд и оспорить конституционность данного, так сказать, пункта или данной, так сказать, статьи закона. И вот если вам удастся, Конституционный суд признает, что данная норма неконституционна, она противоречит Конституции, то на основании этого решения отменяют все решения всех судов. Но это, к сожалению, нельзя применить в борьбе с… Ну вот в данном случае. Почему? Потому что в данном случае суд откровеннейшим образом просто показал, что для него понятия презумпции невиновности не существует. И, понимаете, одно дело написать в Конституции, одно дело написать в законе, а другое дело это соблюдать и понимать, что это такое. Но все исходят из того, что в нашей стране все виновны и все пытаются обмануть закон и порядок. Ну это ужасно. Не знаю, как быть с этим. Кстати, наши не гости, а наши друзья, коллеги, которые помогают нам вести эфир, они находятся за стеклом. Они вот задали мне вопрос, чтобы я предрисовал его вам. Мы просто с высот Верховного суда опускаемся до ситуации привычной, абсолютно обычных вот этих вот штрафов за, скажем, превышение скорости. Существует ли некий срок давности? Спустя какое время можно уже спать спокойно и не переживать, что тебя заставят заплатить? Понятно, что вот в юриспруденции существует такое понятие, как не за древность или это как-то правильно? По истечении срока давности есть такое понятие. Есть срок исковой давности. И, значит, по поводу, допустим, административного правонарушения, то есть вот вы совершили правонарушение административное, значит, возбудить дело об административном правонарушении должны в течение двух месяцев. Если в течение двух месяцев не возбудили, соответственно, можно спать спокойно. А с точки зрения взыскания штрафа, то здесь как бы срок исковой давности не существует. Вот, и поэтому взыскать могут в любое время, если как бы, если они докажут, что такая ситуация была. То есть можно спать спокойно с одним открытым глазом? Получается, что и так, и так, да? Не, ну просто, ну, все зависит от того, как бы, ну, в принципе, спать здесь не придется спать спокойно, если, тем более, сейчас увеличили все эти размеры штрафа, и сейчас государство наоборот будет. Если раньше там речь шла о 100 рублях, то сейчас речь пойдет о тысячах, о двух тысячах, о пяти тысячах, и, соответственно, как бы государство будет, наоборот, стараться как можно больше взыскать бюджет, тем более это будет такая достаточно хорошая статья дохода для бюджета. Я понял, теперь я понял, каким образом мы пытаемся удержать цифру инфляции, вернее, понижать ее, понижаясь каждым годом. Давайте послушаем еще одного нашего телезрителя. Здравствуйте и добрый вечер. Здравствуйте, Руслан, Санкт-Петербург. У меня такой вопрос. У нас в Санкт-Петербурге есть такое волшебное шоссе, Таллинское, двухполосное движение там, но там в одной полосе спокойно помещаются две машины в одну сторону. И была такая ситуация, как бы обгон запрещен, и, ну, я обогнал машину, не выезжая на встречную полосу, в общем-то. Ну, обгоном, как у нас по законодательству, я знаю, называется отрежение машины, связанное с выездом на встречную, ну, связанное с выездом из занимаемой полосы. Вот. Ну, Гаишник у меня, в общем-то, забрал права, в конце концов. Но с 11 августа, разве не ступил новый административный закон, говорящий о том, что человек может быть виновным, признанным за данное, как сказать, преступление, только по фото и видеосъемке. Или нет, потому что, как бы, меня никто не снял, и я не согласен с трактовкой сотрудника, что я обгонял на положенном месте. Ясно, спасибо. Ну, на самом деле, сейчас, это раньше была такая формировка, что обгон это связано с выездом. Сейчас обгон это даже и в трехполосной, и в двухполосной, так сказать, объезд любого автомобиля. То есть, это не связано с выездом на встречную полосу. Ну, тут речь идет не о встречной полосе, а о перестроении, условно говоря. Ну, да, но здесь, как бы, то есть, вопрос заключается в том, что за что отобрали права, честно говоря. Я не понимаю, потому что нарушение вот этого знака «обгон запрещен», он, как бы, не подразумевает изъятие прав. Ведь дело в том, что права изымаются в качестве обеспечения обязательства, то есть, в качестве обеспечительной меры, когда правилами предусмотрено лишение прав. То есть, допустим, вы совершили какое-то правонарушение административное, которое влечет за собой лишение прав, и у вас изымаются права до решения суда. То есть, так как у вас права, прав может лишить только суд, соответственно, они, права изымаются до принятия решения судом. Поэтому в данном случае я не понимаю, почему у телезрителя забрали права. Это, соответственно, это, я думаю, что это такой беспредел небольшой совершил сотрудник ГИБДД. А с точки зрения фотосъемки, то тут тоже, на самом деле, не все так просто. Почему? Потому что до настоящего момента еще не вступили в силу нововведения, которые собираются сделать, а именно поставить везде видеокамеры и просто рассылать, так сказать, штрафы владельцам автомобиля. И здесь возникнет другая тоже интересная и парадоксальная ситуация, так как у нас многие люди продают автомобили по доверенности. Хотя я всегда говорил в этой передаче, что это неправильно, что всегда надо заключать договор о купле-продаже. Но скоро будут введены такие правила, что будут стоять видеокамеры. Соответственно, если эта видеокамера зафиксирует право нарушения, то, соответственно, вам по адресу придет протокол с требованием оплатить штраф. Соответственно, если вы автомобиль продали года 3-4, а может и 10 лет назад, а числитесь до сих пор владельцам этого автомобиля, то вам домой будут приходить такие штрафы. А как с этим бороться? Я же не буду платить штраф за человека, который даже... С этим бороться будет достаточно тяжело, потому что взыскивать будут, конечно, с вас, как собственника автомобиля. И здесь надо будет идти в суд. Это единственный способ. Идти в суд и доказывать, что вы уже фактически не являетесь собственником автомобиля. А как ты доказываешь? А в суде есть такие, так сказать, есть практика. Когда вы говорите, что у вас на самом деле произошла не передача автомобиля во временное пользование по доверенности, а произошла купли-продажа. Вот этот факт нужно доказать как юридический факт. Как? Ну, как? Бумагами. То есть то, что вы не пользуетесь этим автомобилем уже давно, что вы не являетесь собственником. Ну, попробовать найти владельца этого автомобиля. Так он же виноват в штрафе. Он не заинтересован в том, чтобы его нашли. Ну, тут уже как бы вот... Единственное возможно. Но здесь нужно будет в каждом конкретном случае разбираться. Но есть судебная практика, где люди доказывали, что на самом деле... То есть многим людям приходили счета по налогам. Транспортный налог. То есть они оставались собственниками, приходили. И люди были вынуждены обращаться в суды и доказывать, что они как бы продали эту машину. То есть была совершена устная сделка, опять же, купли-продажи. Или, допустим, дарение, допустим, было. Или действительно была купли-продажа без оформления соответствующих документов. К сожалению, в данном случае ссылаться на показания свидетелей нельзя. Но, с другой стороны, доказывали юридический факт с точки зрения того, что машина действительно была отдана, действительно была продана. А фактически это продажа. Всегда была. Доказывали юридический факт и, соответственно, на основании судебного решения получали, так сказать, как бы индульгенцию от налоговой инспекции. По поводу налоговой инспекции существуют претензии к ее работе, причем достаточно часто и достаточно серьезные. Я сам был участником одной из такой, не знаю, проблем, не проблем, как назвать, машины, на которой я езжу уже 5 лет. Какой-то год я, вот самый первый год я не заплатил. Потому что там в тот момент как раз, раньше я платил налог при постановке на учет, в тот год как раз поменялась ситуация, я просто был не в курсе, я заплатил не туда. Соответственно, налоговую инспекцию, мой налог не пришел. Спустя какое-то время, когда мне на следующий год пришел счет за предупреждение, что должен заплатить за этот год, и там были указаны пени, которые я задолжал государству. Я погасил и то, и другое. И спустя еще год, то есть каким-то образом платеж то ли не прошел, то ли они его не отметили. То есть мне засчитали дополнительную пению за то, что я проштрафился. До этого, хотя у меня все было погашено. И мне пришлось, благо были знакомы в налоговую, мне пришлось звонить туда, и мне сказали, ты напиши, в чем суть проблемы. Пришли копии проплаченных по факту, копии проплаченных тобой, копии квитанций, платежей, и тогда, соответственно, все решится. Решилось, да, теперь отныне я получаю нормальные, правильные бумажки. И вот в связи с чем такой хочу задать вопрос. Был у меня один знакомый, который говорил, он человек, в общем, пожилой, фактически пенсионер, он говорил, что я принципиально не плачу налоги за свою машину. Машина у него поддержана иномарка. Он сказал, что существует какая-то у них не абсолютно точно выработанная база, да, в налоговой инспекции. То есть, якобы спустя два года, если ты не платишь, все твои прошлые долги стираются, то есть у них сохраняется как будто бы три года твоих платежей и долгов. Это так или нет? Ну, я, честно говоря, не знаю. Я не знаю, как работает налоговая инспекция. Но на самом деле обязанность по оплате налога лежит именно на гражданине. И, в принципе, в данном случае он сильно рискует из-за того, что он может быть оштрафован на определенную сумму. Благо, там транспортный налог достаточно маленький, а если там эта сумма превышает... Как сказать, смотря какая машина. Ну, если этот налог превысит сумму 100 тысяч, то это уже уголовное дело. То есть вплоть до таких вещей. И чем это шревато? Ну, чем? То есть дело в том, что так как обязанность лежит на вас, то, соответственно, есть статья укрывательства от обязанности оплатить налоги, соответственно, могут возбудить уголовное дело. Если, допустим, эти штрафы, то есть если эти суммы налогов превысят 100 тысяч рублей. С ума сойти. Еще один звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Сергей Фасад, Московская область, Игорь. Вопрос такой. Вот по поводу транспортного налога. Значит, пришли две бумажки с налоговой инспекцией на машины, которых у меня никогда не было. И вообще, я думаю, такие машины в природе не существует. Одна Ауди, она с немецкими номерами. И одна девятка, представляете, номер А001АА. Представляете, у кого этот номер? Это номер у первого лица государства. Откуда налоговая вообще могла взять подобные сведения? Я даже не представляю. Ну, тут вопрос не к нам, но история занимательная. Ну, я думаю, что вы просто подверглись атаке мошенников. Просто вам бросили эту квитанцию. И это очень часто делают, конечно. Ну-ка, расскажите-ка. Вплоть до, допустим, пожилым людям узнают, где пенсионеры. Они же особо не смотрят. Им посылают квитанцию, оплату телефона, еще что-то. Люди смотрят. Ну, там, допустим, сумма маленькая. 200 рублей, 300. А в этих платежках находятся реквизиты уже, так сказать, ну, тех, те счета в банках, которые, так сказать, зарезервированы за этими мошенниками. Соответственно, к ним приходят эти деньги, и они очень хорошо живут на этом. Поэтому, как бы, это действительно, это мошенничество, и не больше, не меньше. Ну, в данном случае мошенники оказались достаточно с чувством юмора. То есть написали номер президента Российской Федерации. Ну, приятно вас посчитали президентом. Я бы заплатил. Такая мелочь. Обычно это, может быть, даже случайно попало, обычно такие платежки присылают пенсионерам. То есть людям, которые вообще в этом не разбираются. Сейчас, к сожалению, вот пенсионеры, они, как бы, являются основным объектом вот этих мошенничеств. Ну, это да, это негодяйство, это даже подонство, я бы сказал. Таких нужно отлавливать. Теоретически ведь это возможно, да? По номеру счета понять? Практически нет, потому что обычные счета открываются на подставные лица, и тут, как правило, тяжело очень выявить лицо, которое, так сказать, пользуется этим счетом. Как правило, подставное лицо никогда никто, так сказать, вот так вот не проявляется в открытую. Ну, вообще, это сплошь и рядом, и вот моей маме присылали вот эти, то есть приходили вот эти вот, вплоть до оплаты квартиры там и так далее, то есть вот такие вещи. Интересная история. Хочется узнать, насколько тесно сотрудничать в этом отношении, вернее, неправильно, насколько сопоставима база, информационная база ГАИ и налоговая инспекция, потому что на адрес, по которому я не живу уже лет 10, да больше, лет 12, наверное, приходит до сих пор от налоговой инспекции требование ко мне, хотя я там уже не прописан, оплатить машину, налог за машину, которой у меня давным-давно нету, которую я просто продал. Причем продал, по-моему, официально, я уже не помню. Вот как может быть такая несостыковка? Ну, если я уже прописан в другом, в другом месте, и все знают, что я живу здесь, и плачу все налоги здесь, и все сборы взимаются с меня здесь, как можно посылать на тот предыдущий адрес, в котором даже, в общем-то, меня и нету фактически, не доюрнет де-факто? Ну, к сожалению, вот это вот взаимодействие между двумя информационными базами, там, ГИБДД и налоговой, ну... Фиговая, говоря по-русски. Ну, скажем так. Вот. И как бы отрегулировать этот вопрос достаточно тяжело. Единственный способ просто позвонить им и сказать, что я вот давно как бы не являюсь собственником данного автомобиля, тем более я там вот в том месте, куда вы посылаете, я там не проживаю, и запишите, пожалуйста, себе там где-нибудь, чтобы мне больше такие письма или там людям, которые там проживают, не присылали. Ну, или там они заставят вас какую-то официальную бумажку там принести, там и так далее. Ну, это вопрос как бы юридический, он встает тогда, когда, допустим, те же самые налоговые инспекции вам уже сделают официальное, обвинят вас в том, что вы там что-то не платите. На тот адрес пусть присылают, ради бога, без проблем. У меня просто специальное отношение к бюрократам и к чиновникам. Нет, просто вопрос в том, что они вас могут поставить на заметку, и, соответственно, в определенный момент где-то это проявится. А, честно говоря, нужны ли вам эти лишние проблемы, вплоть до того, что, допустим, будете пересекать границу, и вдруг там выявят, что вы злошные неплательщик налогов. Вот это хороший вопрос, мы об этом поговорим, потому что это, вот, напомните, пожалуйста, если я забуду. Сейчас у вас звонок. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. У меня два вопроса. Давайте. Я Георгий Столясин. Существует ли закон, обязывающий приносить квитанцию непосредственно об оплате штрафа прямо в ГАИ, потому что, мне кажется, это проблема не меньшая, то есть трата времени и так далее. Штраф оплатил, а, например, ГАИ, я не знаю, где это расположено, не в своем районе, например, штрафовая. Второй вопрос. Второй вопрос касается права собственности, доказательства права собственности с машинами по доверенности. Будет ли являться договор, как бы, купли-продажи или расписка, составленной от руки между покупателем и продавцом автомобиля по доверенности, в суде, будет ли являться документом, подтверждающий право собственности? Ясно, спасибо. Значит, отвечу сразу на первый вопрос. Значит, до августа 2007 года действительно было сказано о том, что сам плательщик штрафа должен, там не было написано способа. Да, там приносить не было сказано. Да, там не было сказано приносить, там каким-то образом направить. Поэтому, допустим, в Москве я столкнулся с этим, а люди говорят, вот когда составляют протокол, они просто просят или занести, да, как бы такая просьба ненавязчивая, или послать заказным письмом, заказным с уведомлением там и так далее. И в этом случае можно посоветовать людям посылать эти письма не только заказным письмом, но и с описи вложения. Почему? Потому что вас могут в любом случае обвинить в том, что вы туда ничего не вложили, квитанции там не было. А когда вы делаете опись вложения, там пишите квитанции, а поплатишь штрафы на 300 рублей. И все, и любой суд скажет, что да, там была квитанция, и что вы как бы добросовестный гражданин, исполнивший свою обязанность. Что касается второго вопроса, то да, любые документы, особенно письменные, они могут лечь в основу доказательства права собственности на данный автомобиль. Если в расписке сказано, что деньги получены за автомобиль в такой-то сумме, то в данном случае этот документ может служить доказательством того, что между вами был заключен договор купли-продажи. Но, значит, эта сама бумажка, она для господ из органов ГИБДД ничего не значит. И чтобы, так сказать, органы ГИБДД признали ваше право собственности на данный автомобиль и зарегистрировали за вами, выдали вам вот это, как он называется, регистрационное удостоверение на этот автомобиль, вы должны обратиться в суд, признать право собственности на данный автомобиль и на основании этого решения, вступившего в законную силу, обратиться уже в органы ГИБДД о том, чтобы вам выдали все документы, подтверждающие право собственности на данный автомобиль. Вот только такой механизм. Понятно. Достаточно сложно. Ну, ладно. Ну, сложно, но, к сожалению, только вот такой способ. Потому что органы ГИБДД не хотят на себя брать чужие функции. Они не признают. Ну, в принципе, я их понимаю. Вопрос в том, что действительно есть суд, пусть он принимает решение. А мы будем исполнять данное решение. По поводу того эксперимента, о котором я рассказывал, когда прошел в Питере, интересная статистика. В ходе нескольких недель эксперимента выявили плательщиков с помощью системы наблюдения ГИБДД поток, как мы говорили. Был собран штраф на сумму около 50 миллионов рублей. То есть это действительно хороший такой довесок, прибавка к пенсии для государства. И тут же, кстати, говорится о том, что под суд могут попасть до 40 тысяч отцов-элеменщиков. То есть, я не знаю, принято это или нет. Только за год такая статистика. 40 тысяч. Действительно так будет или нет? И очень меня волнует вопрос по поводу пересечения границы. Я уже слышал об этом, но я думал, что это какая-то байка. Что якобы отныне, ну, может быть, не отныне, а может, в ближайшем будущем, человек, который собирается, скажем, пересечь границу, приходит, скажем, в аэропорт Шереметьево, а ему говорят, иди сюда, милый. А вот это видел. И что делать? Платить. Платить прям сразу им? Нет, нет. А у меня самолет. Не пустится. Ну, я считаю, что это беспредел какой-то. На самом деле, я, честно говоря, сейчас не могу точно сказать, внесли ли изменения в закон о перемещении граждан. Но, скорее всего, должны в этот закон внести, если, значит, примут эту поправку, то должны в данный закон внести данную статью о том, что будут препятствовать пересекать границу людям, которые злостным неплательщикам тех же самых алиментов, должникам по кредитным договорам и так далее. Вплоть до, так же, это будет распространяться и на директоров юридических лиц и так далее. То есть, здесь, да, вот такой способ борьбы с неплательщиками. Это наше российское ноу-хау или существует такая система во всем мире? Честно говоря, не знаю, как, но во всем мире, вот. Но, скорее всего, это российское, потому что, ну, действительно, очень достаточно распространенные правонарушения, связанные с неоплатой, так сказать, особенно среди юридических лиц очень много, просто не платят из-за того, что просто не хотят платить. Очень много. То есть, не из-за того, что, как бы, денег нет, а из-за того, что просто не хотят платить. Ну, подождут еще там. Вот такой менталитет у нас. Ну, лечить, наверное, только этим можно. Ну, хорошо, пусть лечат директоров фирмы, имеющие юридическое лицо. Ну, а, к примеру, те же самые, так сказать, неплательщики аргументов, тоже, я считаю, что, как бы, абсолютно справедливо и правильно. И, с другой стороны, возьмите людей, физических лиц, которые сейчас набирают кредитов, те же самых потребительских, а потом их не платят. Ну, хорошо, хорошо, я согласен. Раз уж ты не платишь, значит, что тебе делать за границей, в принципе? Надо дифференцировать. Нужно дифференцировать людей, которые не платят. Тех людей, которые не платят сознательно, и тех людей, которые, ну, вот как я. Я же сознательный. Просто я потерял квитанцию. Я не знаю, что делать. Спасибо, Александр, объяснил. Нельзя всех пододумывать. Но я не думаю, что и за 100 рублей вас не будут выпускать. Я думаю, что дело, это же государственная машина, да? Хотя, в принципе, в принципе, возможен такой вариант. Просто прецедент, да? Тут нет речи о том, какова сумма задолженности. Даже если будет 5 копеек, все равно я нарушительный. Ну, возможен такой вариант. А по-другому, как разбудить сознательность граждан? Вот вы знаете, что вы не оплатили. Вы знаете, что вас могут не выпустить за границу. Соответственно, вы пойдете и добровольно исполните свои обязательства. По-другому невозможно. Здесь другой могут быть моменты. Да, вы оплатили, все хорошо, но вас не внесли в базу. Вас не, как бы, не внесли... У меня были случаи такие интересные, когда человек был в розыске, да? В розыске. Потом его сняли с розыска. Но когда он пересекал границу, то вот эта система, которая, так сказать, МВД, не сработала в системе пограничной. Соответственно, человек остался тоже, вот у него путевка, потому что он доказывал, что его сняли с розыска, а пограничники его не выпускали, потому что, по их данным, его с розыска не сняли. Вот. Чем эта конкретная история закончилась? Ну, чем? Человек не вылетел за границу. Нет, я понимаю. Он потребовал возмещения? Нет, он не стал требовать. Ну, потому что, ну, честно говоря, он, как бы, не очень сильно расстроился. Ну, если... Ну, нифига себе, путевка пропала. Ну, путевка пропала, он там поменял билеты, там. Ну, для него это не были, так сказать, такие прям большие колоссальные деньги. Да тут дело не в деньгах, тут дело в отношениях. Дело в принципе, да. Да, тут я говорю не о требовании возмещения, возмещения убытка, да, а морального. Речь идет о моральном убытке. Ну, к сожалению, вот такие ситуации бывают. Нет, ну, в данном случае он не стал требовать, потому что он подумал, что с государством судиться себе дороже. Ну, может быть, как раз и правда. И, соответственно, так как это государственные органы, соответственно, хотя, в принципе, у нас и предусмотрено, что за действие бездействия государственных органов граждане имеют право с них взыскивать и убытки, и в том числе и моральный вред, и упущенную выгоду, и так далее. Вот, но, к сожалению, не всегда это выгодно для того же самого, так сказать, физического лица или гражданина, который будет это требовать. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что действительно у нас все, с одной стороны, делается как бы во благо, а с другой стороны это все во благо превращается в такое некое зло. Потому что действительно появится вот такая система, да, такая система, когда будут вноситься злостные неплательщики, а понятие злостности очень непонятно, то есть, допустим, один штраф, два штрафа, сколько это будет непонятно. А нет четкой формулировки определяющей? Ну, понятия злостности вообще не существует. То есть, злостный, это, ну, я думаю, что универсально это более одного раза, то есть, два раза не уплатил, все, уже злостным больше. Поэтому нужно вот из этого исходить принципа. Вот, соответственно, когда введут эту систему, будет действительно, вот не заплатили там какие-то копеечные штрафы, вас просто не выпустят за границу. А вы даже, а вы, допустим, оплатили, но вас просто в базу не унесли, вы вылетаете, у вас паспорт, все замечательно, путевка на руках, а у вас пограничники. И вот здесь можно судиться, да, вот с этой системой, то есть, доказывать, пытаться, так сказать, вернуть все эти деньги, которые были потрачены на путевку, единственный способ. Ну, сами понимаете, живем мы в России. Я, да, я понимаю. По поводу проекта, о котором мы говорим, да, о котором мы говорили сегодня в течение этого вечера, в течение сегодняшнего нашего эфира, мы так, кстати говоря, и не в курсе, проект принят или нет, должен был быть принят в сентябре, но неважно. Так вот, этот проект предусматривает дополнительные полномочия по взысканию долгов. Например, приставы получат право требовать через суд принудительной регистрации имущества должников. Кроме того, смогут обращаться в суд с требованием ограничить въезд за границу должников по штрафам. Сегодня приставы вправе направить на границу черную метку только в отношении тех, кто задолжил по суду. То есть, следующая инстанция, следующим шагом будет, они могут запретить выехать даже без поставления суда. Не, ну они как бы будут взыскивать по решению суда, соответственно, как бы это будет исполнительный лист, и, соответственно, как бы это и будет решение суда взыскания, принудительное взыскание через исполнительный лист, да. То есть, это, возможно, такой вариант. Но, опять же, да, то есть, если они требуют по суду взыскания, соответственно, вы приходите на этот суд, если вас уведомили, да, то есть, вы приходите на этот суд и говорите, а вот у меня квитанции, я все оплатил. И все, на этом не идет. Я понял. Мы перед началом эфира говорили о каких-то новинках юридических. Что-то у нас с правами будет, вы говорили. Просто так анонсируем следующую нашу беседу. Давайте-ка. На самом деле это действительно интересная такая история. Дело в том, что мы являемся участниками международной конвенции о безопасности движения. И участники этой конвенции приняли решение о том, что ввести новые права, удостоверение водителя. Где в Европе это уже введено, фактически во всех странах, где в каждой категории будут подразделы. То есть, допустим, если вы... У нас категория B, то есть машины. То есть в каждой категории будет свой подраздел. То есть, допустим, будет B1, B2, B3. И я не знаю, там будет B4, B5. Не знаю. Вот. Но вот в этой категории, то есть B1 это будет очень... Ну, как бы начинающий водитель. B2 это будет уже, так сказать, полупрофессионал, скажем так. B3 профессионал. Я думаю, это сделано... Это пролоббировали страховые компании в основном. Я думаю, что есть такое подозрение. Для того, чтобы обосновать взыскание больших тарифов по страхованию гражданской ответственности. Почему? Потому что здесь будет уже вполне обоснованно, допустим, к категории B1 надо будет применять такой тариф. Категория B2 надо будет применять следующий тариф и так далее. Но, значит, на каждую категорию надо будет пересдавать. Вот это самое сложное. Проходить экзамен. И здесь, если в Европе это все как бы цивилизованно проходит, у нас, как всегда, это будет в определенном русле все происходить. Зашлите денег, либо остойте в очереди. То есть это новое, так сказать, я думаю, что это новый как бы будет способ, скажем так, зарабатывания денег некоторых недобросовестных сотрудников ГИБДД. Как у Масяни замечательно было сказано, я дословно не помню, тех, кто успел подружиться с инспектором, просим пройти налево, а жадных тупых уродов просим пойти, соответственно, направо. То есть представляете себе такую ситуацию, что вы за рулем, допустим, уже 15 лет, и вы все будете в категории B1, пока не пройдете экзамен на следующую категорию B1. То есть правильно я понял, что все мы сейчас, вне зависимости от того, сколько лет мы за рулем, должны будем доказать, что мы имеем право на категорию B2 и B3. Это беспредел какой-то. Честно говоря, я даже не хочу говорить на эту тему сегодня. В связи с этим я говорю... На самом деле пока у меня информация достаточно мизерная по этому вопросу. Но то, что собираются в следующем году ввести эти новые, то есть те права, которые у нас есть, они останутся до того, как истечет срок, но после того, как срок истечет, люди начнут сдавать по этим категориям. Посмотрим. На эту тему мы поговорим в следующий раз, когда к нам придете. Спасибо большое. В гостях у нас был постоянный наш друг, гость, юрист Александр Воробьев. В студии прощается с вами. Володя Гаврилов меня зовут. До встречи. Пока.